Прямой эфир из Еревана. Всем добрый вечер, кто будет сейчас смотреть в прямом эфире, кто будет в повторе смотреть. У нас сегодня будет очень важный эфир. Собственно говоря, мы так много слышим, так много говорим о 44-дневной войне. И порой просто не можем понять, где правда, где почти правда, где наполовину правда. Но правда звучит в первую очередь из уст людей, которые были непосредственными участниками 44-дневной войны. Спасибо всем, кто заходит в прямой эфир. Давайте немного подождем, пока у нас побольше подписчиков войдет. Еще раз напомню, что этот эфир очень-очень важный. Сегодня мне будет давать интервью непосредственный участник этой кровавой войны. Человек, который находился в самом пекле. Это Кубатлы, это Зангелан, это Джабраил, также населенный пункт Ишханадзор. Призываю наших подписчиков поделиться этим эфиром. Или же, друзья, вы можете сделать совместный просмотр и большое количество людей сумеет увидеть. Напомню, что комментарии могут оставлять только те люди, которые у меня в списке друзей. Я прошу прощения у подписчиков, их 26 тысяч. Иногда я закрываю комментарии, чтобы никто не обижался. Это делается для того, чтобы обезопасить нас от спама и фейковых сбросов. Предлагаю, и так еще раз предлагаю всем поделиться эфиром. И у меня Микаэл Микаэлян в кадре. Добрый вечер, Микаэл. Сегодня ты будешь героем нашего эфира. И мама Микаэла, Кристина. Кристина, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, еще раз напомню, что Микаэл чудом выжил. Микаэл является непосредственным участником. Человек, который все эти 44 дня, соответственно, был в ядре всех этих событий. Мы начнем с самого начала. Прежде чем мы начнем рассказывать, что происходило в Кубаклу, что видел своими глазами наш герой, герой нашего эфира. Сначала мы спросим у Микаэла, где его застала война, какая у него была первая реакция, и где он вообще учится или работает, кроме того, что пошел на войну. Микаэл чудом выжил. 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 И я думаю, что это не так, что это не так. Мы стоим о том, что мы собираемся подсеркнуть из наших коробей. Кубаклуи-Сарджан и из наших коробейок. Мы все равно хотим дать завтра, если мы выдержали ради обучения, что не нанесли, не повернивать их, и мы сейчас занимаемся с нашими параметами, мы снимемся подсеркнуть, и мы начали их дать. У нас в кадре мама, Кристина, которая внимательно следит за многими эфирами, не только на моей странице. Давайте, во-первых, расскажем, что происходило эмоционально с теми людьми, которые являются родителями парней, которые отправлялись на фронт. Потому что понятно, что в эфирах по телевизору все говорили, что они гордятся своим сыном, но то, что происходило в душе, мне кажется, это все-таки немножко за гранью этих телевизионных картинок. Вы, как мать, вы, как родитель, чей сын отправился на фронт на войну, вы вообще представляли уровень опасности и что с вами происходило? Главное, это очень важно. А вот, когда вы решили, что они встали, что они встали, чтобы вы не спали. И это не так, что это не так. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И так далее. И вот это то, что у меня есть то, что это по-другому, что я знаю, что это не так. И я говорю, что ты не делаешь, ты не делаешь, Микайл. Делитесь эфиром, делайте совместный просмотр. Что хочу напомнить нашим подписчикам, которые сейчас смотрят прямой эфир, в самом начале эфира говорил, что Микайл находился в том участке, где мы больше всего потеряли живой силы. Микайл находился в участке Кубаклу, Джабраил и Зангелан. Напомню, что возле Джабраила, в районе Джабраила Физули и Гадрута самое большое количество жертв понесли армянские войска. Мы будем говорить сегодня обязательно с Микайлом, кто из армянских генералов повел себя достойно, кто недостойно и обо многом другом. Но давайте вернемся все-таки к хронологии, о которой мы должны не забывать. Итак, мы уже рассказали, где тебя застала война. Следующий мой вопрос. Скажи, пожалуйста, что происходило дальше, когда ты уже доехал до той точки, до того населенного пункта, где вы должны были остановиться? Какой ты застал этот фронт? Да. я с Поговорю, мы с вами перевернулись с конечными субъективными словами, кто-то из вас может быть, она не только угробьем, но если я не знаю, что это не особо, как я держал, как я беру, я держал, что-то серьезно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это люди, которые винованы в смерти тысячи армянских солдат. И, честно говоря, я бы на месте этих армянских генералов провалился бы сквозь землю или покончил бы самоубийством, но 44 дня войны прошло, прошло 4 месяца, ни один из этих генералов, кроме заместителей Джалала Аруцняна и ранения Джалала Аруцняна, ни один из генералов, который стоит с довольным лицом, почему-то не покончил самоубийством. Ни один не был ранен, ни у одного сына не был ранен. Кстати говоря, я обратил внимание, что генералы Оник Гаспаряна не похудели даже на 100 грамм. Видимо, у них нет ни капли ни горя, ни переживания. Это те самые генералы, которые частично подписались вместе с Оником Гаспаряном, требуя отставки Никола Пашиняна. И ни один генерал не извинился за то, что у нас почти 5000 жертв. Ни один генерал не извинился, что у нас 9000 раненых, люди остались без ног, без рук. Скажите, пожалуйста, ни один генерал пока не арестован. Из вас никто не хочет пойти и сам сесть в тюрьму. Те генералы, которые подписывались за отставку премьер-министра, вы все себя считаете тигранами великими. Никто не хочет подать в отставку. Никто не хочет выкинуться через балкон, потому что до сих пор не все солдаты, которых вы бросили в Джабраэле, вы бросили в Кубатлу. Многих солдат еще не могут найти спасательной службы Арцаха. А некоторые солдаты уже, наверное, в животе шакалов. Потому что, я думаю, все понимают, что когда солдат, извините меня, гниет там, где вы его, генералы Оника Гаспаряна, оставили, там, наверное, его могли съесть шакалы. Поэтому спасательная служба не находит солдат. Вот чтобы генералы и их дети, которые вдруг увидят этот эфир, вот чтобы вы знали, да, что большая часть населения Армении, армянского народа с омерзением смотрит сегодня на тех генералов, которые бросили своих солдат, да. Но мы отдаем честь тем генералам, и мы сейчас повторим его имя, который себя вел достойно, в отличие от генерала Комитаса. Пожалуйста, Микайл, напомни фамилию, имя генерала, который вел себя достойно. Генерал Майор Жиряй Куолосиан, он был егэлэй, а речим Барнаракоин к корпусе, Хеляманан Тарак. Микайл Куолосиан, имя генерал клуб, а я не срочно говорю о том, что каждый раз я вспоминаю, что мы все еще не все нашли. парней, да, и я не случайно говорю такие жесткие слова, нужно людям говорить, да, что вот пока многие веселятся, хи-хи-ха-ха, да, я еще раз повторюсь, люди, которые не нашли труп, останки своего сына, да, они же даже не столько страшны им, что они до сих пор не нашли останков, а сколько они понимают, да, что с ребенком могло произойти, да. Сейчас, кстати говоря, многие спасатели мне по секрету говорят, что сейчас важно просто даже найти, может быть, тряпки, да, там какие-то, или... Вот вы, как родители, вы как мать, слава богу, что ваш сын живой и невредимый, да, вернулся, вы как мать, вот что вы думаете о тех генералов, да, которые как скот по 100, по 200 солдат бросали, сегодня более тысячи уголовных дел возбуждено, да, и мы с вами очень хорошо должны понимать, что если возбуждено более тысячи уголовных дел, преступлений было в 3-4 раза больше. И мы с вами Вот Михаил вчера сказал, что была ситуация, когда минировали определенный отрезок ребята, да, то есть один командир давал приказ вот здесь заминировать, потом другие армянские солдаты не знали, что там заминировано и взорвались так. Мы возвращаемся к маме Кристины. Кристине, вот что вы думаете о генералах, для которых в этой войне эти солдаты были как скот? Потому что я вам уже сказал, что ни один из них не извинился перед народом. То есть мы не хотим, чтобы мы не хотим, чтобы мы не хотим, чтобы мы хотим, чтобы мы хотим. Это было небольшое missilik, мы хотим тебе, что р sido не делай, а к темне с помощью. Продолжение следует... 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 Что с таким образом? Продолжение следует... 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 Что ты думаешь вообще об этом? Что? Продолжение следует... 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 И так далее. Но в любом случае, она не может быть виноват. Если вы хотите, чтобы вы не хотите, чтобы вы не хотите, чтобы вы не хотите. И эта жизнь не будет. Кайл, пожалуйста, твой ответ. Почему я хочу, чтобы и мама ответила, она уже ответила и почему ты? Потому что она отцует, как мама сына, а ты уже там был. Хочу еще раз тебе повторить коротко, что это действительно правда, что священники, послы, главы организации и криминальные авторитеты в разных странах мира грабили деньги, причем огромные суммы. Те, кто высылали маленькие суммы напрямую, они честно высылали. Также высылали вещи, которые, к сожалению, вам продавали за деньги и так далее. Но большая часть денег была разграблена, об этом пишут уже и армяне Греции, и армяне Бельгии, многих городов. Есть огромное количество скринов, нет чеков. То есть люди собирали по 5-10 миллионов, чтобы высылать на фонд Аистан, а никаких чеков в этих городах нет. Знаешь, если нет чека, значит его нет в природе, потому что если бы кто-то положил, он показал бы чек, и этих скандалов не было бы. Вот ты, как человек, который воевал за всех нас, в твоем лице все ребята, которые там были, что ты думаешь о таких крутых армянах, которые на вашем имени разбогатели на 10 жизней вперед? И что-то? И даже, если вы, что-то не делали, я не знаю, что-то, чтобы вы, что-то не понимаете. Используйте, что у нас есть он с помощью тех, кто ему следует, то это не имеет никакого значения. Но ничего не надо, то это не было, что я могу с вами понять, что это датапартов, надо делать сомнение, что это не надо, потому что это не так, имя вот это гарнерплотворно. Я добавляю, что уверяю, что разберем — это неинтересно развиваться. И теперь этот искусный оборудок. В комментариях не помню, что значит, что имеет начать на конкурсе, Продолжение следует... 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 А если серьезно, вообще ты считаешь, правильно было покупать орехи, вам высылась туда, где орехов полно? А то вот родители школы имени Чехова для вас орешки закупали, чтобы поднять вам иммунитет. Серьезно? Так и объяснилось, что надо поднять иммунитет. Я считаю, что здесь нет, я всегда делаю это очень, relativ мировой, с тем самым, что мы должны общаться с ней, Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...